Звук разрезающих лёд коньков, крики гол и треск бортов. И всё на фоне Раивского монастыря. Это турнир на Кубок Дружбы. Здесь нет грубой игры и удалений. Всё по-товарищески, аккуратно, но с азартом. Впервые проводим такое соревнование на территории Республики Тарстан. Ну а если говорить по большому счёту, то не в России, наверное, и в мире нет аналогов проведения таких соревнований. В чём его уникальность? Всё просто. На льду и любители хоккея, и профессионалы. На коньках и с клюшками в руках прихожане православных храмов и мусульманских мечетей. Плюс танкисты и судьи. И мусульмане, и христиане. И самое главное, ведь дружба не сосредотачивается только на хоккейной площадке, а на льду. А также дружат с семьями, общаются. Сегодня мы все с вами свидетели, что спорт на самом деле объединяет. Несмотря на религию, конфессию, положение в обществе, должность, которую занимает человек, все мы вышли на один лёд и поиграли. Инициатором дружного турнира стало спортивное общество «Динамо». В этом году в Татарстане оно отмечает свой 95-летний юбилей. Город мира и согласия. Данное мероприятие является очень важной верхой на пути укрепления гражданского мира и согласия Российской Федерации. Победителем турнира стала команда Казанской епархии Добрыня. Серебро у дружины из танкового училища. Третье место у команды Фемида. Но проигравшего здесь не было. На то он и Кубок Дружбы, который обещает стать ежегодно. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705100.